Агит Шаббес, Шаббат Шалом Агит Шаббес, Шаббат Шалом Агит Шаббес, Шаббат Шаббес, Шаббат 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 Шаб Жители общины просто приходят в место, где ребенок в ужасном состоянии. И поскольку вместе с ним приходит сам Ишуа, то сразу начинаются изменения. Вы обратили внимание еще до того, как он там молился, возлагал руку, начал говорить с мамой. Послушайте, а как вы думаете, А Ишуа в нем, и еще в вас, это два разных Машеха? Ритуальный, процессуальный вопрос, который имеет только один нормальный ответ. Конечно, только один Господь, да? И при том, Он вообще один. Один Машех. Он один. И Он такой же. Да? Написано, Ишуа, Машех. Он вчера, сегодня и вовеки тот же самый. И в принципе мы все можем верить, что когда мы придем в какое-то место, где как раз не хватает Его присутствия, то Он придет с нами так же, именно так же, как Он пришел в ту больницу с Ицхаком. Правда? Друзья, это совершенно реально. Абсолютно реально. И настолько важно, чтобы мы понимали, все, кто вошли в завет с Господом, и все, кто открыл в свое сердце Его владычеству, все, кто исполнился Духом Святым, все имеют один общий дар Святого Духа. Дар Святого Духа – это пребывание Духа Святого в нас в силе. Это не просто мы родились, да, Он в нашем Духе, но Его сила – это что-то абстрактное. Нет. Дар Святого Духа – это когда Дух Божий в нас готов действовать в силе и совершать все, что Ему угодно по нашей вере. И это у всех, кто исполнен Святого Духа. У всех. Если можно вот это отметить, что дар Святого Духа у всех – это обетование. Обетование от Отца. Всем, кто уверовал, всем, кто покаялся во всей прошлой жизни, всем, кто вошел в Завет, всем, кто совершил твилу водную, Господь обещал, что они также совершат твилу. в Нем, в Рога Кодыш, в Духе Святом, получат дар Святого Духа. Об этом прямо написано во второй главе Деяний. Давайте мы откроем. Я как раз это не собирался сегодня считать, но чувствую, что надо. После того, как Дух Святой сошел на 120 учеников, включая маму, самого Господа, для некоторых католиков это был просто взрыв мозгов, когда им показывали, что даже мама Ишу была в тот день крещена Святым Духом и начала молиться иными языками. Я знаю такие случаи, для католиков это просто некоторых было традиционно. Ну и потом, вы знаете, сбежался народ, люди разделились во мнениях. Некоторые говорили, это какое-то сумасшествие. Другие говорили, напились крепкого, неразбавленного вина. А в то время вообще не было принято пить неразбавленное вино. Такое было время кошерное. И все-таки остальные были открыты. И Шимон, Кифа, Петр поднялся. Поднялся. Вопрос, чего он поднялся. И по контексту можно догадаться, что Дух Святой на них так сошел, что они все там кто лежал, кто на колени упал в такой силе. И начал им говорить. И он говорил им по Слову Божьему. И он цитировал пророков. И когда он закончил словами 36 стих 2 главы Деяний. Итак, твердо знай весь дом Израиля. Не то, что ну знаете, ребята, мы прекрасно понимаем, мы такой особенный народ, что одним нужно это знать, другим не обязательно. В принципе, ну Ешуа говорил, что он пути истинной жизни, только через него к отцу. Но мы прекрасно понимаем, что это не для всего Израиля. Нет. Твердо знай весь дом Израиля. Что Бог соделал Господом и Мессией вот этого самого Ешуа, в распятии которого принимали участие. Потому что перед ним стояли те мужики, которые по наущению первосвященников незадолго до этого за пятьдесят или пятьдесят один день есть разные мнения до этого кричали знаем что слыше это они все на дальнем периоде умилялись сердцем я не знаю вообще то часто все на дальний период не очень приятный и не очень хороший с еврейской точки зрения там часто то что в пользу Израиля пользу еврейского народа там сглажено изменено а здесь наоборот здесь как-то так комплементарно сказано потому что в оригинале здесь написано слыша это они были пронзены в сердце эти слова в силе святого духа просто пронзили их сердца и сказали Петру и прочим апостолам что же нам делать мы же братья это те которые еще недавно они просто не верили кричали чтобы мессия была отдана смерть враги были настолько сила святого духа сошла настолько сила святого духа оживила Божье слово пророчества обетования которые были даны Израилю что это просто пронзило их самое сердце и все вот там построение религиозной верхушки которая держала их в плену начало ручиться и они поняли что они в отчаянном положении и они шли не туда и надо развернуться но как это сделать что нам делать мужи братья вы представляете что может сделать сила святого духа она просто переменит она может перевернуть восприятие людей восприятие наших еврейских братьев и конечно сестер и показать им все в реальном Божьем свете и показать им нас не как врагов не как мишемадов не как каких-то или там прибацанных извините за выражение но это я специально для Эдика я потом тебе расскажу вот и а просто реальных Божьих детей и слуг которые знают путь идут по этому Божьему пути и могут помочь другим вступить на него и пойти и Шимон Петр тут же ими отвечает покайтесь совершите настоящую джуу не просто там знаете ну кайс кайс отрекай святым духом наполняй кайс кайс прости прости Господь настоящую шоу и да погрузится каждый из вас да будь да совершит твилу во имя Ищуа Мессии для прощения грехов и получите дар Святого Духа и получите дар Святого Духа И дальше мы знаем что три тысячи мужей израильских не просто согласились с ним ну да неплохо неплохо как бы разумно ну мы подумаем об этом и вернемся к этому в следующий раз помните как в Афинах Шауль Павел говорил обращался к философам и они говорили ну ну интересное мнение такое своеобразное ну поговорим об этом в следующий раз нет эти три тысячи серьезных еврейских мужиков которые были еще недавно агрессивно настроены против они были так сокрушены силой Святого Духа знамением которое он дал через апостолов что они их разорвало и они просто развернули свою жизнь Господу и сделали все что сказал Шамон и получили дар Святого Духа и хочу сказать в свое время я пытался разобраться с этим вопросом потому что я впервые попал в собрание верующих в такой традиционной 50-нической церкви и я смотрел на людей и люди смотрели на меня и там были разные мнения и такие всякие по поводу дара Святого Духа по поводу молитвы иными языками говорения иными языками вот и многих говорили ну одни говорят другие не говорят дело это такое одним это дано другим не дано и я начал интересоваться литературой и я вычитал знаете был знаменитый отец церкви Иоанн Златоуст да и он придерживался жестко антисемитских взглядов но мало того что он придерживался жестко антисемитских взглядов он доказывал что время действия даров святого духа прошло это не это еще раньше чуть-чуть начали это было в конце четвертого века когда христианская церковь стала государственной в римской империи и он доказывал это тем что чудеса знамения были нужны когда евангелие всюду проповедовалось а теперь уже все стали правоверными христианами это больше не нужно и вот когда он там это доказывал он написал там в толкованиях на послании к римлянам в частности это очень важно то что я вычитал мне задают вопрос пишет тогда Иоанн Златоуст почему в первых поколениях верующих все кто принимал твилу начинали говорить новыми незнакомыми языками а сейчас этого нет еще раз человек который доказывал что этого дара больше нет что это никому не нужно сам подтверждал что первое поколение верующих все начинали говорить иными языками я думаю вот это да вот это сильнейшее доказательство потому что оно исходит не от человека который сейчас живет и что-то там говорит а это исходит от человека который жил в четвертом веке раз во вторых это исходит не от человека который защищает молитвы и говорения иными языками а исходит от человека который против этого и говорит это уже не нужно это закончилось я потом показывал это у меня даже там есть одна специальная брошюра где я специально достал сохранил чтобы показывать разным людям но оказывается не только он об этом писал еще другие свидетельства ранних отцов церкви и более того и более того и Иоанн Златоуст и некоторые другие отцы церкви более поздние например такой Феодорит болгарский который жил в шестом веке я не пытаюсь вас засыпать именами я просто два слова скажу и который написал обширные классические толкования ко всему новому завету он писал тоже вот почему в первое поколение христиан все верующие действовали в чудесах и знамениях а сейчас этого уже давно нет похожая вещь с Иоанном Златоустом вы знаете мне нужно было разобраться в этих вопросах я разбирался в первую очередь по Библии но я также хотел понять историческую подоплеку для меня например это было очень важно знать факты потому что хочу сказать вы сейчас можете услышать разные мнения разные мнения людей разные мнения динаминаций но настолько важно знать правду и вот этот дар святого духа который первые не только апостолы не только все их ученики не только ученики учеников но все первое поколение верующих которые приняли это от самого еще от еврейских учеников от еврейских учеников еврейских апостолов и понесли по всему миру. Они все знали, что это для каждого Божьего ребенка. Они все знали, что Бог нелицеприятен. И если Он обещал это своей кегеле, своей новозаветной общине, то Он даст это каждому члену еврейской новозаветной общины, и не только именно еврейской, но также и тех общин, которые образовались по свидетельству еврейских учеников. Они знали, что это обещано в Божьем Слове, и что пророчество Иоиля, Иоиля относилось не только к апостолам, но ко всем еврейским верующим. А через еврейских верующих, ко всем, кто верует в Слово Божье из любого народа. Но когда церковь начала отступать от ясной простоты еврейской благой вести, и когда историческая церковь начала отделять себя от славы Израиля, дистанцироваться и показывать Израиль бай-бай, даже не логитровод, а бай-бай, теперь с Израилем закончено, теперь только мы, духовный Израиль. Когда церковь начала отходить от еврейских новозаветных оснований, на которых она была построена, то она начала терять силу Святого Духа, она начала терять настоящую библейскую веру в те обетования, которые Бог дал своему народу в своем мессии. И постепенно дар Святого Духа угас. И еще чудеса и знамения некоторое время действовали, но через кого? Через суперсвятых, через абсолютно уникальных избранников, которые там молились, спастились, неделями напролет, которые прятались в пустынях и так далее, и так далее. Но вот этой радостной простоты Евангелия, еврейской благой вести, которая показывала отцовскую любовь каждому Божьему ребенку без исключения, уже не было. И мы с вами живем в удивительное время восстановления полноты истины, восстановления полноты Божьих обетований, которые в первую очередь даны Израилю и через него другим народом. Но даже не народом в целом, а верующим из разных народов. И это есть некоторая разница между обетованиями Израилю и обетованиями других народов. Каждый, кто исполнен Святого Духа, он может действовать в силе Святого Духа. И по вере, которую ему дал Господь, он может рассчитывать на то, что Дух Божий, живущий в нем, будет делать необходимые сверхъестественные вещи, именно сверхъестественные, давать знамения, совершать чудеса, которые необходимы для того, чтобы люди увидели, Бог Израиля не изменился. Он такой, какой он был во времена Моше, пророков, во времена Ешуа и апостолов, он такой же сегодня, и всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный исходит именно и только от него, в котором нет изменения и ни тени перемены, написано. Нет изменения и ни тени перемены. И я поздравляю вас, потому что вы участвуете в реальном восстановлении суки Давидовой падшей, кущи Давидовой падшей, реального, сильного Божьего присутствия, во-первых, в еврейском народе. И пока это восстановление не дойдет до определенных, до определенного уровня, пока оно не выльется в то, что обещали пророки и апостолы, не будет того самого великого пробуждения в народах, о котором молятся миллионы христиан по всем континентам. На нас серьезная ответственность, друзья с вами. Нам надо участвовать в этом восстановлении не только теоретически в мыслях, в знаниях, но и практически. Реально, практически. Знаете, я не знаю, когда бы я пришел к Господу, пришел ли бы я к Господу, если бы мне человек, который сидел в тюрьме, который был там в мафии, не рассказал о том, что с ним произошло. А я знал, кто был этот человек. и резкая коренная перемена его жизни меня просто потрясла. Его жизнь довела его до реанимации, где он лежал в коме. И он лежал в коме как труп. Он даже веки не мог поднять. его через капельницу питали, ну вообще, тоже трубки, шмутки. И зашли два врача, и все там смотрели, он слышал, ничего, конечно, не видел. И один другому сказал, бедолага, молодой парень, осталось не больше двух дней. И когда он это услышал, он понял, что медицина на нем поставила, что называется, окончательный крест, и он понял, что выхода нет. но тут он вспомнил, как в тюрьме он забирал усидевших, он-то уголовник, он сидел за уголовные преступления, а там были те, кого посадили в советскую тюрьму за веру. И у них были такие на папиросной бумаге тексты из Библии. И он вспомнил, как он забрал у кого-то из них эти тексты и пролистывал их, прочитывал, чтобы поиздеваться над верующими. обратите внимание, не просто там неверующий, а враг, враг Бога, враг Евангелия, вот как эти еврейские мужи. И вдруг он вспомнил, что он там где-то читал, что тот Иешуа, ну, он там читал Иисус, Он вроде бы исцелял больных, причем любых, даже где-то воскрешал мертвых. И он подумал, ну, есть, а вдруг это правда, а вдруг Бог есть, а вдруг то, что там написано, это правда. И поскольку это был последний шанс, единственная зацепка за жизнь, то он решил, вот буду молиться этому неведомому Богу, пока не умру. Он мне рассказывал, вот как это было. И он начал молиться, как он молит, он не знал, он молился, Бог, если ты есть, спаси меня. Бог, если ты есть, спаси меня. Бог, если ты есть, спаси меня. И он молился много часов, он говорил мне, я не знаю вообще, для меня же не было ни времени, ни дня, ни ночи, я не знал, что происходит, но я понимал, что мне нужно держаться этой молитвой, потому что или Бог есть, и он мне ответит, или его нет, ну так я умру, использовав все возможности. И он говорит, я молился до тех пор, пока Бог мне не ответил. Как он молился, он не мог даже языком пошевелить, поэтому он молился внутри себя. И вот там же внутри него Господь ему сказал, если ты готов обменять свою жизнь на мою, завтра ты уйдешь отсюда своими ногами. И он мне говорил, я понятия не имел, что значит обменять свою жизнь на Божью. говорит, абсолютно. Но говорит, даже то, как Бог мне ответил, убедило, что это реальный Бог. Говорит, мне бы такое в голову не пришло. И он говорит, я сказал, да, 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 заснул. Потом, когда он проснулся, открыл глаза, посмотрел, повернул голову, вынул эту штуку из вены, поднялся, сел, одел пижаму, вышел, на него накинулся медперсонал в госпитале, это было в центре Киева, там сейчас нету госпиталя, там всякие мандарин-плазы и это, на Бессарабке. Вот. И они решили, что у него агония. Ну, как человек, знаете, вот перед самой смертью, тяжело больной, вдруг встает, делает несколько шагов и падает замертво. Они его схватили, он говорит, спокойно, а я в сознании. Рассказал им о Боге, рассказал, что это Бог его исцелил. Они в ужасе от него отпрыгнули, а он в пижаме прямо по центру Киева, по бульвару Шевченко пошел домой, а жил он на Евбазе. Те, кто не были в Киеве, Евбаз это такое место, все старожилы Киева знают, еврейский базар, потому что там был натурально еврейский базар в свое время. Вот. Сейчас там цирк. Рядом, да. Я не буду про универма Украина. И вот рассказ этого парня меня заставил, я понимал, что это все правда, иначе бы он был мертвый, и мы бы с ним не говорили. Я знал его прошлую жизнь, и я вообще смотрел на это чудо, человек, который полностью переменил свою жизнь. Это чудо, которое произошло с ним, заставило меня идти в то собрание, которое он посещал. Потому что я читал разную религиозную литературу с подросткового возраста, и первые годы я читал только еврейскую подпольную литературу и литературу библиотеки Алия в 70-е годы. Потому что у меня был доступ из-за моего брата, который был один из руководителей сионистского подполья в бывшем союзе. Никакого христианства я не знал и в помине. Только иудейская литература ко мне приходила. Подпольные перепечатки Хаббада, другие, Перкеевод, я читал другие какие-то вещи. Знаете, мне так интересно, когда рассказывают, говорят, а это потерянное поколение, они ничего еврейского не знали, поэтому они уверовали в Иешуа. Мне так весело, потому что ну, понимаете, вот. Потом уже я начал читать какую-то еще другую христианскую литературу, ну, такую философскую там. Потом еще что-то, но я не стал через литературу верующим. Я оставался сам себе на уме, который все себе вычисляет, из разных религий хочет взять самый цимес, то есть то, что мне удобно, и смонтировать свою эгоистическую религию. Только чудо, произошедшее с человеком, реальное, почти воскрешение из мертвых, произвело на меня такое впечатление, что я впервые пошел в собрание верующих. Причем мы с ним договорились, а он что-то или не пришел, это было на краю Киева, даже уже сразу за Киевом, это был 88-й год, и я начал искать, спрашивать, где тут община верующих, или церковь, на меня все смотрели, как на идиота, ничего тут такого нету, отстаньте от нас, там частные дома, и случайно я вспомнил, как это называется, что я забыл, я говорю, 50-й год, а-а-а, сектанты, штундисты, а вот там на краю возле леса, я сам нашел, вы понимаете, я до этого никогда не, насколько чудо захватило меня, и на самом деле, это так написано в Библии, наш Господь говорит, что если вы не верите словам моим, поверьте из дел моих, которые я совершил, потому что таких дел, таких чудес, которые я совершил, никто до меня не совершал, понимаете, друзья, это его путь, это его законное действие, это его законный способ достучаться не только до мозгов, но до сердец самых разных людей, евангелие евангелие от Иоанна, и что он только о себе говорил, евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих, истинно, истинно, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и даже больше этих сотворит, потому что я к отцу моему иду, это для всех нас, если мы верующие в него, и здесь опять-таки разница между теми знамениями и чудесами, которые совершаются как проявление особого дара Духа Святого, и это не у всех одинаковое, одному дан такой дар, другому такой дар, это одно, и другое, это те знамения, которые по вере могут совершать и призваны совершать все верующие, есть разница между действием в определенном даре Святого Духа, потому что дары распределены не одинаково в теле Мессии, одним такие, другим такие, и действием по вере, и действием по вере, каждого Божьего ребенка, и если мы читаем концовку Евангелия от Марка, мы видим ясно это четкое обетование Господа, верующих же будут сопровождать следующее знамение, и дальше он перечисляет, именем моим будут изгонять бесов, возложат руки на больных, те будут здоровы, будут говорить иными языками, и так далее, там еще есть, короче, всех верующих, всех верующих, друзья, всех верующих, всех верующих, но, почему, каким образом будут сопровождать эти знамения, когда они будут служить Господу людям, 16 глава Евангелия от Марка, идите и проповедуйте благую весть всему творению, не просто вот я верующий стараюсь не грешить, для себя живу в остальном, и вокруг меня постанки это чудеса и знамения, нет, это все для подтверждения истины Божьей, это все для подтверждения того, что Ишуа совершил ради нас всех, в первую очередь ради Израиля, и говорится дальше, что ученики Господни пошли и что делали всюду, что они делали? Нет, всюду они проповедовали Евангелие, а Бог сопровождал, подкреплял их слово последующими чудесами и знамениями, это наше общее призвание, люди некоторые говорят, нет, я уже человек старенький, мне уже много лет, пусть молодые, скажите, пожалуйста, там есть ограничения по возрасту, в Евангелии Иоанна есть ограничения по возрасту, в Евангелии от Марка есть ограничения по возрасту, когда мы читаем обетование Юэля, то там есть разные знамения, которые там разновозрастным группам могут быть даны, но это лично а так в тех знамениях, которые мы проявляем в служении людям, нет никаких ограничений по возрасту, никаких, некоторые говорят, ну, я человек, знаете, такой необразованный, там есть ограничения ограничения по образовательному цензу, никаких, вообще, когда апостолов арестовали после великого чуда в храме, после которого пять тысяч мужей израильских совершили чуу, привели в Сангедрин, начали их допрашивать, те отвечают, а знаете, эти крутые саддукеи, там тогда вершили суд в основном саддукеи, ну, и отчасти порушим фарисеи, они смотрят, слушают смеются с их галилейского акцента и видят, что эти апостолы в греческом тексте написано так, идиотой и агроматой, ну, первое слово понятно, да? Второе, значит, неграмотное, другие люди говорят, пусть некоторые смиренные дамы говорят, пусть мужики идут, послушайте, никаких ограничений нету по полу, никаких, всех божьих детей, которые действительно уверовали, получили дар Святого Духа, могут сопровождать любые знамения и чудеса, буквально всех, юношей, девушек, мужчин, женщин, пожилых дам и пожилых сеньоров, друзья, на самом деле, вы знаете, когда до меня стало доходить, что это и для меня, но просто пришлось действовать, я понял, что Бог хочет действовать даже через такого, как я, потому что, откровенно говоря, я не верил, что через меня может действовать Бог, потому что Дух Святой начал работу надо мной и показал мне мои внутренние грехи, помимо тех внешних, от которых Он меня избавил в день крещения Святым Духом, Он показал мне мой характер, показал мне, сколько гнили, гордости, сколько эгоизма во мне, и я понимал, что через меня Бог не может действовать, может быть, когда-то, через десятки лет, когда я так освящусь, что будет мало места, но меня позвали в дом престарелых и инвалидов советский, меня позвали в такой дом, где просто, знаете, еще и в третье отделение, первое самое здоровое, второе среднее, третье только лежащее, ужасное, ужасный уход, запах разлагающихся, потому что там пролежний, меня позвали туда, мы туда начали ходить, и вдруг мы увидели, что даже через меня действует Святой Дух, мы увидели, что Бог когда вот мы, я такой, ну, мягко говоря, с недостатками и не готовый сам по себе иду, чтобы как-то показать людям Машеха, Тумашех приходит и начинает так действовать, что у меня глаза на лоб полезли, почему говорю глаза на лоб полезли, потому что это была такая община, знаете, она была под советским кагибистским контролем, и я не видел там ни одного чуда в течение двух лет, я не видел ни одного знамения, я видел четыре за два года крещения Духом Святым в общине более четырехсот человек, и тут Бог начал действовать, я просто потерялся, я не мог поверить, я думал, что это совпадение, что это не Бог, а Бог продолжал действовать через нас, таких как я, слушайте, и уже деваться было некуда, Слово Божье исполнялось, обетование действует, у вас гораздо больше примеров, вы понимаете, что вы призваны явить Господа Израилю, тем более Израилю, потому что здесь здесь полнота обетования Евраама, здесь полнота обетования Евраама, когда началась наша община в 95 году, мой помощник говорит, слушай, ты начал это говорить, что именно в мессианских общинах полнота обетования Евраама, потому что действительно я увидел обетование Евраама, благословлю благословлю твоих потомков и благословлю благословляющих твоих потомков. В обычных церквах это в первую очередь духовные потомки и те, которые благословляют духовных потомков Евраама из разных народов. в мессианских общинах это все обетования, причем те, которые в первую очередь это те, кто относятся к евреям. Бог обещал благословить нас, благословить нас, благословить тех из нас, которые будут благословлять других евреев. Какое самое большое благословение для любого человека? Спасение от ада, спасение души, через покаяние по вере, через то, что Дух Божий сходит, мы рождаемся свыше и так далее. У нас с вами полнота обетования Евраама, значит и помазание Божие, и сила Божья должны являться в особой мере. И я начал об этом говорить, а мой помощник говорит, вот слушай, ты это говоришь, но я знаю разные мессианские общины, там все наоборот, там слабее, чем во многих церквах. А я ему говорю, слушай, дорогой, но так не должно быть, Бог нам обещал другое, значит, будет по-другому. Он улыбнулся, так посмотрел на меня сочувственно. вот, но потом, когда был первый песок в общине, и я был в отчаянии, потому что там все не получалось, все разваливалось, я хотел убежать, а мне деваться не было, потому что ребята позвали меня на сцену, и я просто шел на эту сцену, как на эшафот, и я про себя молился, Боже, если ты не вмешаешься, позор будет окончательный, к этому позору, который был перед этим, я добавлю еще свой личный позор, Боже, только ты можешь это все изменить, и я говорю, Господи, это твой народ, это твоя община, если ты не вмешаешься, как люди увидят, что ты любишь Израиль, я там ну всякое такое говорил, Богу ну типа вызовы бросал, а в зале сидело несколько сот евреев приглашенных, ну естественно неверующих, и одни смеялись, потому что там бардак происходил, было над чем посмеяться, другие возмущались, некоторые встали и уходили, и только часть ждали чего-то и просто потом Дух Святой сошел на зал и начались исцеления чудеса и не по моей молитве, а по моему отчаянию и потому что я бросал вызов Богу и люди задумались, те, которые говорили со мной, слушай, ну мессианские общины это такое маргинальное, слабенькое, какая полнота была славянии, какое усиленное помазание, в чем ты говоришь, уже перестали так говорить, из самых крутых церквей Киева начали приходить посмотреть, что там такое у евреев происходит, друзья, это все ваше, то, что рассказывал Ицхак, это может быть свидетельством каждого из присутствующих, каждого из присутствующих, и мы никогда не узнаем, какие у нас на самом деле дары, если мы как дети Божьи не будем идти и не будем служить людям по вере, которая дана каждому, еще раз, в каждом Дух Святой, вера Божья, пусть горчичное зерно дана каждому, и Господь обещал нам, что если мы возьмем это горчичное зерно Божьей, веры по Слову Божьему, и вот его посеем, в действие во славу Бога Израиля, то любые чудеса, которые нужно, он совершит, любая гора, которая перед нами может быть сброшена с пути, и когда мы так делаем, когда мы служим другим, просто по вере, в этом служении начинают раскрываться дары. И постепенно мы узнаем у кого какой дар. Постепенно это не происходит таким образом, знаете, как некоторые ждут, что приедут пророки, расскажут, у тебя дар чудотворения, у тебя дар исцеления, у тебя дар пророчества, у тебя дар Эдуарда, и когда вы служите, когда вы действуете, Бог действует через вас по вере, которая есть у всех, постепенно начинает раскрывать дары, которые есть у каждого. И хочу сказать, друзья, еще буквально пару слов о себе. Вы знаете, я совершал такие ошибки в этом служении, у меня были разные неудачи. Я помню, как мы ходили в один госпиталь военный, и нас привели к одному человеку, который последняя стадия диабета, он умирал, такой вздутый был весь, и мы его привели к покаянию, и он начал исцеляться после покаяния сразу, помолились за него после покаяния, и он так, знаете, просто начал быстро исцеляться. а потом я уехал в командировку, я работал инженером по котельным, там в разных местах, я уехал достаточно так, на такое время, вернулся, возвращаюсь в этот госпиталь, прихожу в палату, ну его нету, я говорю, ну что, выписали, говорят, да, выписали, помер, я так, у меня руки опустились, я потух, знаете, такой удар, я помню, вышел из этого госпиталя, иду, думаю, ну вот так, исцелитель, вот так, чудеса, вот так, вот людям Господа показал, рассказал им, видите, видите, только уехал, а тот скончался, но я не знал тогда, потом мне рассказали, что там произошло на самом деле, сейчас не буду об этом говорить, и я вышел, помню, это был бульвар Лосе Украинки, а там этот госпиталь косой компонент, вышел на бульвар, и говорю, Господи, я больше никогда не буду молиться за исцеление, пообещал, но я пообещал, а потом получилась такая ситуация, где это было бесчеловечно, не молиться за исцеление другого человека, и я просто вынужден, Боже, прости, что я нарушаю обещание никогда не молиться за исцеление, ну, просто такая острая ситуация, ну, что же мне делать, никого другого нету, нету, нету настоящих таких крутых молитвенников, ну, я уже как-то ты меня прости, я помолюсь в виде исключения, потом обратно не буду молиться, и что-то я там пом, как-то кое-как, знаете, вдруг бах, шмах исцелился и уже не умирал, вот, я подумал, не понял, похожая ситуация, у меня была, знаете, Дух Святой действовал, что-то говорил, показывал, и потом я какую-то совершил грубую ошибку, оказалось, это не Бог мне говорил, и я пообещал Богу больше ничего говорить не буду, чтобы мне не показалось, что мне сказано, и помню, приехали очень хорошие такие служители пророческого служения из Америки в нашу общину, это живое слово, я сел специально на последний ряд, я пообещал, перед этим не буду ничего вообще, вдруг этот пожилой служитель говорит, вот ты с последнего ряда, вставай, я сижу, говорю, зачем, вставай, я говорю, зачем, встань, я тебе сказал, ну ладно, встаю, иди сюда, сядь на первый ряд, думаю, сейчас Бог меня обличать будет, не хочется, конечно, но уже перед всеми все на меня смотрят, я сел на первый ряд, он там что-то говорит, потом подходит ко мне и говорит, тебе Бог сегодня даст слово для всех нас, и когда мне что-то Дух Святой начал там, я все равно сопротивлялся до последнего, но он меня взял за руку, дал микрофон и говорил, и когда я начал, ну понятно, друзья, сколько вы ошибок не делали, Бог хочет использовать ваши ошибки только для одного, для того, чтобы вы еще больше надеялись на Него, не для того, чтобы вы остановились на Его пути служения, но чтобы вы еще сильнее надеялись на Него, и второе, надеясь на Него, чтобы вы помнили, вы не сами по себе, не сами по себе, вы не одинокий духовный рейнджер, проповедник с пулеметом, с гранатой или с кем, вы в Божьей семье, и вы должны учитывать то, что поставленные над вами наставники вам говорят. Это вторая важная часть, важная, очень важная часть, часть, которую Бог хочет использовать как урок из наших ошибок и неудач. Давайте поднимемся. спасибо Тебе, Боже, благодарю Тебя за милость к нам, за победу, которую Ты имеешь внутри нас, над нашим эгоизмом, над нашими страхами, над нашей гордостью, над нашей ленью, над нашей саможалостью и прочим, и прочим. Внутри нас уже есть Твоя победа. И согласно Твоему слову, ты каждый день в любых обстоятельствах даешь нам раскрывать эту победу, где бы ты нас не поставил, куда бы ты нас не направил. И когда мы идем вместе с Тобой, это всегда будет путь триумфа, путь торжества, путь победы. Даже если у нас что-то не получится, ты знаешь, как через это прославить свое имя. Боже, благослови Твоих драгоценных детей в Твоей любимой общине. Благослови их уверенностью в том, что ты приготовил им лучше и лучше впереди. Благослови их радостной смелостью рисковать, потому что вера без риска не вера. и благослови их, когда ты начнешь совершать знамения чудеса. Через многих из них не поддаваться гордости и тщеславию, а понимать, что они все те же слабые люди, а сила твоя проявляется в их немощи. Пусть твоя любовь соединяет твою общину еще сильнее, пусть твоя любовь подчиняет твою общину тебе еще глубже, и пусть твоя любовь оживит веру в тех, в ком она заснула, и пусть твоя любовь разжигает огонь Святого Духа еще больше в тех, которые уже горят. Слава тебе, царь царей, царствуй не только в, но и через твою дорогую общину. Амин. Амин.